День бойца 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 кто даже умудряется выехать за пределы римского края проработать хабаровске с ребята работали в сибири то есть стараются выехать это отряды проводников ребята работают на поездах ларисток москва ларисток хабаровск ларисток советская гавань мы все очень жалеем что не стало направление ларисток пенза это было самое любимое направление у студентов вот не знаю все рвались на пензу возможно из-за этой маленькой возможности проехать через казахстан через две границы там в чине там нескольких часов но почему-то все любили пензу примут дико это строительные отряды у нас ребята работают на крупных объектах города ларистока приморского края всего дальнего востока на текком как космодром восточный там завод звезда большом камни крупные и пути на рыбобработчики ребята не понаслышке знают что такое икра как она получается как ее делать и возвращается домой с таким практическим навыком и дома уже рыбу сами готовят и новое направление я слышала что поварами работать куда-то уезжает как-то все сервис до сервисное направление включает себя абсолютно всю сферу услуг которые возможно датус оказать руками студентов начиная от клининга за там уже заканчивается это там поварами и много чем на может быть официанты кассиры на любой сервис в этом году несколько ребят попали во всероссийский детский центр океан вот но только-только зарождается потому что пока ну к сожалению не все студенты готовы идти именно в такую сферу работы считают что ну это не уж непрестижно как бы хотя по факту в городе лысоке работают барменные официантами спокойно все те же самые студенты а вот клининговой компании они работают уборщицами уборщиками дворниками ну сейчас же модно говорить слово клининг ну да да ну конечно же да это тоже входит в разряд сервисного отрядов и точнее если ну была бы возможность даже скорее то есть были бы ребята желающие таким образом заработать почему почему ты думаешь что там мало платят хотя на самом деле зарабатывать не меньше чем все остальные вот если мы поговорим сейчас как раз про заработок расскажите сколько можно заработать студент я так понимаю это только на студенческих отрядов только студенты у нас правильно да и вот сколько можно заработать студенту за месяц такой работы в зависимости от направления до деятельности это зарплата может варьироваться от 15 тысяч до 30 да это мы Мы говорим сейчас про какой-то минимальный заработок, который гарантирован, а все остальное, все, что свыше этого, это уже какие-то премиальные, это уже выработка, это уже зависит от самого студента. Есть действительно те, кто хотят работать, и те, кто умудряются вместе зарабатывать по 70. Спокойно, да. Но это путино, скорее, не вожатый. Да, это не вожатый явно. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что студенты часто идут работать не просто в неизвестное место, а на место своей практики, своей профессии. И поэтому, в принципе, они получают и навык, который им необходим для обучения в дальнейшем, для своей профессии, и в том числе еще получают за это деньги. Дмитрий Владимирович, теперь, наверное, больше к вам. Вы координируете весь этот процесс, да, или как-то направляете ребят? Да, вы знаете, мы больше привыкли общаться, мне кажется, в виде каких-то партнерских взаимоотношений. Почему нам интересно взаимодействие с приморским отделением, приморским отделением, да, молодежно-общероссийской общественной организации. Я выучил уже за столько лет эту аббревиатуру. Ну, во-первых, несколько, да, нескольких таких приоритетных направлений, почему наше взаимодействие такое, оно как бы из года в год только, я надеюсь, крепчает. Вот, ну, во-первых, как уже начали, затронули тему трудоустройства, для нас это в первую очередь это временное трудоустройство нашей молодежи, наших студентов, да, наших обучающих там в среднеспециальных образовательных учреждениях. Это, понятно, популяризация все-таки движения, да, самих студотрядов, потому что на фоне других там российских территорий мы там, конечно, не самые лучшие, но в принципе, я думаю, как бы там, не знаю, в какие критерии брать десятку, двадцатку, ну, в принципе, на нормальных позициях находимся, но, конечно же, хочется развития, хочется положительной динамики. Она так или иначе есть, и в принципе, наши студотряды это показывают, что ежегодно есть какой-то прирост бойцов, бойцыц, увеличивается количество студенческих отрядов, соответственно, несмотря там на общепринятое понимание там существующего кризиса, все-таки большое количество, да, наших студентов, ну, я имею в виду студотрядовцев, востребованы и работают по тем или иным направлениям. Ну, это нам тоже очень интересно. Конечно, мы за то, чтобы это движение в нашем городе, оно активно развивалось. То есть, с вашей стороны, можно я так немножко структурирую, попытаюсь, это процветание города, во-первых, и это вот как раз-таки устройство молодежи? Ну, вы знаете, естественно, это, мы уже привыкли говорить о движении студотрядов, это как некий такой бренд существующий, да, то есть для, я уверен, что для молодежи тех бойцов, которые там вступили в ряды, да, уже бойцов студотрядов, либо только планируют, это серьезная школа, на самом деле, то есть, да, ребята проходят за время своего такого трудового семестра летнего, да, в принципе, такую серьезную школу, которая в любом случае им потом понадобится, независимо от того, что там пойдут они и годами будут находиться, да, в составе студотрядов, либо они отработают сезон, получат денежные средства, там, я не знаю, откроют свой там бизнес, ну, да, как бы, всякое бывает. Кто-то зарабатывает на что-то, на какие-то конкретные цели, да? На машину. Ну, да, кто-то на машину, но это в любом случае, это важная составляющая жизни каждого молодого человека. После этого, мне кажется, уже не страшны, ну, никакие там, да, тяготы и лишения, как мы говорим, там, про службу в армии, там, или еще какие-то профессии. То есть, это важно, то, что происходит в коллективе, то есть, тот уровень ответственности каждого, это осознание плеча тех товарищей, которые тебе могут помочь где-то в трудную минуту, то есть, такой командообразующий фактор, это очень важно. И мы, конечно, за то, чтобы большее, конечно, количество людей, молодых людей города Владивостока проходили эту серьезную школу. Ну, вот это все так хорошо, можно и заработать, и активно провести время. Как к вам попасть? Сложно ли это? И что нужно? С первого курса можно же приходить, правильно? Давайте обозначим лучше с 18-летия. А почему так? Ну, потому что мы занимаемся официальным трудоустройством, соответственно, мы понимаем, что у нас ребята работают от 18 лет. То есть, если кому-то это исполнится только на втором курсе, ну, чуть-чуть потерпит и придет. В современном мире все стало много проще. Есть социальные сети, есть огромное количество любых вообще масс-медийных пространств, где у нас уже есть информация, в том числе идет работа по учебным заведениям. Если раньше наш взор был направлен больше на высшее учебное заведение, то, опять же, благодаря администрации города мы стали все больше контактировать со среднеспециальными заведениями, и с каждым годом студентов именно этих учреждений все больше и больше работает летом. Для них это вдвойне еще приятнее, потому что ребята понимают, что такое действительно работа, что такое прям труд, и они зарабатывают, и этим рады. То есть, нужно подать заявление через социальные сети в своем университете, да, потому что мы говорим, что... Есть огромное количество контактов, которые, да, можно найти, можно найти, там, уже выбрать себе отряд, даже вот уже практически через интернет. Знаешь, что в прошлом году, точнее в этом году, первый раз отметили Всероссийский день студенческого отряда, студенческих отрядов, это было 17 февраля. Но Владивосток шагнул, мы говорили дальше, и придумал уже 7 лет назад свой праздник, который отмечается только во Владивостоке, День бойца. Вот расскажите про этот праздник подробнее, что это значит, что там, как проходит отмечание, в общем, что вы там делаете? За кулисы нас пустите. Я скажу лишь про то, что в 10-м году, да, администрация города Владивостока была поддержана инициатива нашего приморского отделения, и с 10-го года мы официально в городе Владивостоке отмечаем День бойца студенческих отрядов, вот. А как все это проводится, я думаю, может часами рассказывать Алексей Александрович. Для нас появилась уникальная возможность торжественно, красиво проводить закрытие летнего трое семестра, что раньше ты проходила в парке санаторной, то есть в каких-то таких отдаленных пространствах, теперь у нас есть возможность брать хороший зал с хорошей аппаратурой, наполнять его всеми теми, кто желает там оказаться. И мы подводим итоги лета, мы награждаем лучших по итогам этого года, по итогам отработанного лета, именно там отряды, командиры, комиссары, бойцы, и для многих это очень хороший старт, потому что мы уже заметили, что все те, кто выигрывает в этих номинациях, в дальнейшем очень далеко двигаются и в студенческой, да, как бы карьере, и в принципах жизни. То есть это концертные номера и награждения, правильно я понимаю? Ну, такой концерт для себя, отдых, такой вечер. Как происходит выбор среди вот этих номинаций, кого награждают, как это решают? Как это решают, или кто решает? Никто решает. Да, но у нас есть самый большой такой конкурс, это именно среди бойцов. То есть ребят в течение месяца выполняют различные задания, практические, творческие, теоретические. Мы недавно стали еще у них проверять знания всех нормативно правовых документов, то есть, ну, истории, исторических, ну, такой стал глобальный конкурс для них. И вот буквально, наверное, сегодня, да, сегодня проходит последний этап, да, и после сегодняшнего дня мы уже узнаем, кто в этом году станет бойцом года. То есть это не так, что давайте громче всех, кому похлопаем, кто-то победил. Нет, это вот именно конкурсные испытания. Это по заслугам всегда, да, как оно и есть. И интеллектуальные, да, вы говорите, еще какие-то там, то есть всевозможные. Всевозможные, да, все, все, какие только можно. А вход свободный на это мероприятие? То есть любой человек с города может прийти посмотреть на вас и вдобавок записаться? Можно было? Можно спросить? Можно, только в рамках, конечно, вместимости зала. Поэтому, к сожалению, мы Фетисов арену пока еще не рассматривали для таких целей. Пока это у нас в этом году андеграунд, в прошлом году был Феско-холл. Но, тем не менее, зал всегда полон. Но, я думаю, при желании всегда можно попасть на праздник. Если это не получилось, но желание стать бойцом или бойцыцей, бойцыцей наших студотрядов, владивостокских, сегодня мы говорим про Владивосток, я думаю, что в том числе можно воспользоваться и такой, не знаю, опцией, как позвонить другу, партнеру, обратиться в управление по делам молодежи, в общем, где вам, в принципе, также помогут ответить на все интересующие вопросы касаемо нашего движения студотрядов и помочь выйти уже на контактное лицо среди студотрядов, чтобы попасть в то или иное направление уже по желанию того человека, который обратился. Поэтому мы, в принципе, сейчас, да и всегда в этом никому не отказывали. Если мы уже закольцевали наш разговор, набор все-таки не ограничен. В состав того времени? Нет, не по времени, в состав направлений. Мне кажется, это очень... Эти команды. Ну, мы сейчас говорим про возрастные ограничения или как? Нет, лимит по людям, по количеству человек. В отрядах? Да, да, да. Можно сказать просто, рабочие места есть всегда. Квоты существуют и в основном даже остаются некоторые вещи незакрыты. То есть иногда не хватает потенциальных бойцов. Правильно, Лёша, говоришь? Да, понимаешь, что всегда есть какой-то форс-мажор. Всегда есть кто-то из ребят, кто летом по каким-то причинам не может отправиться. Если появляются свободные места. Если мы говорим про педагогическое направление, либо строительное, то тут рабочих мест уйма. И с каждым годом растет количество желающих, каждый год растет количество отработавших. И, в принципе, тут можно не останавливаться. То есть, в принципе, человек, которому исполнилось 18 лет в своем университете, а мы говорим, что в каждом университете есть. Не только университете, в учебном заведении. Мы же говорим и про строительные специальные, да. Там тоже есть 18-летние. То есть во всех учебных заведениях. Можно подать вот эту заявку и принимают тоже как-то, можно попасть. Ну, в любом случае я попаду или у меня тоже будут какие-то испытания в студии. Есть обучение. То есть, прежде чем отправиться на работу, нужно пройти обучение по своему профилю, да. Если мы говорим там вожатые, проводники, там. Даже есть какое-то минимальное обучение у строительных, там, и путины. Тут даже скорее оно такое больше физического направленности. Вот. И проходит обучение, если ты его прошел успешно, если ты подтвердил потом выпускным экзаменом после этого обучения. Бесплатное обучение. Ну, если мы говорим про обучение вожатых, оно бесплатно у нас, да. Про проводников это обучение платное, потому что оно проходит на базе нашего депо Лисовского. Но при этом ребята на стажировке уже успевают себе отбить. Купится это все. А сколько обучение? Если я правильно помню, в прошлом году обучение стоило порядка 5000 рублей у проводников. 5-6 вот именно у проводников. Ну, на пути, но тоже платно, да, обучение? Нет. В пути на строители у них всем навыкам, необходимым для работы, уже на месте. Непосредственно мастер самопроизводства, там, завода, да. А он уже на месте дорабатывает, дообучает. И поэтому ребята зачастую едут на стройку даже не особо там, ну, умея что-то, а возвращаются с навыками, как вязать арматуру, чем отличаются шлаковые блоки от всех остальных перекрытий. То есть, ну, то есть, это все уже на месте. Это ясно так. Так, ну, не каждый же записавшийся сразу становится бойцом. То есть, у вас есть какие-то бойцовки, которые выдаются именно, вот я вижу, на вас же бойцовка, вы же к нам пришли сюда показать прям все. Это выдаются только посвященным вот таким прям бойцам. То есть, сначала человек приходит просто как записавшийся, интересующийся, а потом уже становится бойцом. Ну, если мы уже так начали все разбирать, да, человек пришел, он попадает в отряд. Отряд – это некая там команда, коллектив, который готовит его к лету. И уже у каждого отряда есть своя специализация, да, ну, специфика, скорее даже, да, того, насколько нужно, какой путь нужно пройти, чтобы заработать бойцовку, там, определенные отличительные знаки, да, либо там отрядную форму даже порой. То есть, и уже в зависимости от отряда, в зависимости от направления, там различные пути, но не помню ни разу, чтобы человек пришел, путь же ему дали бойцовку, и он с ней ушел. Такого не было ни разу, да. Ну, как бы я свою бойцовку ждал 7 лет. Ну, точно это посвящение своего рода. То есть, у бойцовки есть, ты боец. А расскажите, ну, можете снять, там, показать на этой бойцовке все, что-то у вас есть, все нашивки, рассказать про нее, куда, что крепить, собственно говоря. Ой, как, куда крепить, это, мы очень много спорим всей России, куда, как крепить. У нас есть целое положение, каждый год они пересматриваются, переделываются, ну, потому что количество того, что хочется вешать на бойцовку у всех запредельное. Да, мы понимаем, что, ну, стараемся, чтобы здесь были самые главные отличительные знаки, да, это… А можете снять показатель или как-нибудь что-нибудь? Или повернитесь? Ну, давайте так, что-то, с какой стороны мы начнем? И, в принципе, с каждым годом я понимаю, что вешать хочется все меньше, потому что их огромное количество, и уже, то есть, не хочется превращаться в кольчугу, да, извиняющую. Потом вешаю уже только то, что прямо, ну, самое значимое для меня. Вот такая бойцовка. А на спине? Спина? Повернитесь, пожалуйста. А, не знаю, возможно, можно сегодня поворачиваться спиной? Можно, да. Хорошо. Ну, на спине же тоже какая-то наша. Да, у меня, ну, все-таки мы являемся оригинальным выделением, конечно же, да, у меня герб Приморского края. Такая нашивка, да, она есть только у работников регионального отделения. Вот только мы, да, ее носим. Ну, в принципе, спина – это такое частное пространство именно бойца. И, в принципе, он на ней может изобразить все, что он хочет, но в соответствии с кодексом, да, российских турнических отрядов, чтобы это не, как там, не противоречило. Но зачастую там, скорее всего, эмблема отряда крупная, чтобы можно было также со спины человека узнавать, да, и понимать, кто это идет, из какого он отряда, и как к ним попасть. То есть это ваш такой язык? Да. У студенческих отрядов. То есть смотришь на бойцовку. По всей стране такой, и он практически единый по всей стране. Единственное, отличается немножко цвет бойцовок, потому что там в зависимости от региона, да, он специфичен. Вот, ну а в целом… Ну, это отрядов, да, наверное, или у всех отрядов одинаковые бойцовки? Ну, тут, как я говорю, то есть есть регионы разные, да, и только будут… Нет, ну, если мы не берем регионы, то есть Владивостоке. Владивостоке, да, у нас одинаковые бойцовки. И то есть мы различаем друг друга, там, да, по нашивке отряда уже, тогда, и вот по, так сказать, спине, по накатке. А еще сталкивалось с таким, что студенческие отряды, бойцы, они прям гоняются за этими значками. У вас что, прям какое-то соревнование, внутри собойчик какой-то, что у кого больше, тот круче? Ну, возможно, такой есть. Ну, опять же, да, потому что по всем положениям, да, мы можем вешать только то, что ты заработал. То есть не просто там все мои домашние значки, которые достались от бабушки с дедушкой, да, а действительно то, что ты сам заработал, то, что где-то участвовал. И поэтому вся такая вот наградная, доставшаяся нечестным путем, она вешается в внутреннюю сторону, и порой там вот краски люди ходят, звенят, да, а вот на лицевую сторону, чтобы действительно было видно, кто этот человек и сколько чего он достиг, да, там, вот это вот видно, и действительно люди стараются, потому что, ну, особенно, наверное, для молодых, когда они только получают бойцовку, она еще пустая, и они смотрят на ветеранов, хотят, что вот я хочу побыстрее так же, вот, чтобы красиво все было, симметрично. Но это тоже учитывается, когда на День бойца вот соревнуются бойцы и бойцыцы? Ну, у нас даже, если я помню, был, даже был отдельный конкурс на лучшую бойцовку, да. А сейчас он есть? Сейчас его все труднее и труднее проводить, потому что раньше, как бы, люди саммитов старались следить за бойцовкой, а теперь уже это моя, мои должностные обязанности, я теперь слежу за всем регионом, да, теперь у них, да, бойцовки почти одинаковые у всех. Ну, в седьмой раз проводится у нас будет вот День бойца, что-то принципиально новое будет в этом году? Ну, конечно же, формат, да, с форматского праздника мы меняем, мы меняем каждый год подход к конкурсной программе, да, и мы стараемся учесть все там слабые стороны, может быть, прошлого года, да, и чтобы с каждой угодностью все улучшаться. Если мы говорим про именно награждаемых, да, ну вот, действительно, у нас пошла очень хорошая такая тенденция, мы стали выбирать лучший отряд в каждом направлении, то есть раньше выбирался просто лучший отряд среди всех, и тут немножко не в равных, так сказать, да, в долях оказывались все по отношению к вожатым, потому что, ну, вожатый – это и специфика, да, вот, коммуникабельность, открытость, да, вот, максимально. И раньше даже строители, там, путинщики чего-то добивались, им было тяжело соревноваться просто вот с вожатыми. Теперь у нас есть вот четкое разделение, и действительно вот с этого момента мы понимаем, что пошел рост всех направлений, а не только какого-то одного. У нас осталось немного времени, и почему, буквально в двух словах, самое яркое, почему студентам стоит идти в студенческие отряды? Наверное, больше от вас, так как... Я как самый великовозрастный студент. Вы знаете, вот про праздник недоговорил буквально пару слов. Там не надо, в принципе, нагромождать этот праздник никакими там спецэффектами, какими-то, я не знаю, режиссурой какой-то. Просто надо побывать раз на этом празднике. Там своеобразное, ну, это специфичное мероприятие, там умопомрачительная энергетика. Такой драйв, такой энергетика исходит от самих бойцов, что независимо, был ты бойцом, либо ты в прошлом боец, либо ты собираешься, она так поглощает и завораживает, что, мне кажется, даже если бы была такая возможность, люди в возрасте тоже бы шли бы в студенческие отряды. За этим, именно за такой энергетикой. Уже третий раз повторюсь, но по-другому я не знаю. Там эмоции очень трудно передавать. Надо просто вот раз побывать, все это прочувствовать, чтобы понять, что такое студенческие отряды, и почему надо быть именно бойцом или бойцицей студотрядов. Еще вот две секунды хотел буквально сказать, чего не удалось в рамках программы, почти не удалось. То, что наше приморское отделение, они активные помощники при проведении большого количества мероприятий городских, массовых. Ни одно, в принципе, не обходится без их помощи. Из последних только пару слов скажу, что День Тигра, эти 15 тысяч человек провести по Океанскому проспекту, казалось бы, всего ничего, но опять же, без помощи наших студотрядов было бы невозможно за что. Им огромное спасибо, и мы всегда надеемся на их поддержку в дальнейшем. Спасибо вам большое. То есть мы подведем такой большой итог. Это интересно, весело, активно, и плюс летом можно еще и деньги заработать. Как у нас говорят, мечта, романтика и труд. Мечта, романтика и труд. На этой прекрасной ноте я с вами попрощаюсь. Спасибо вам большое, что пришли и рассказали нам про студенческие отряды. Вам, телезрители, я хочу сказать, что 28 октября состоится День Бойца. И туда, как мы выяснили, вход свободный, конечно, в ограниченном количестве, но тем не менее можно попробовать прийти и именно там записаться и стать очередным бойцом в любом из отрядов. Ну, а взрослые люди могут прийти и просто поболеть и посмотреть, как ведут себя студенческие отряды. Это была программа «Время говорить». Меня зовут Ирина Мокрецова. Увидимся на «Восьмом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова